МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала ЖТСУ. Вы смотрите программу сегодня в студии прямого эфира журналист Антон Хатиновский. Прежде чем представить нашего гостя, небольшая преамбула. Сегодня каждый житель Алматинской области, пожалуй, видит, как наша область, наши города, наши населенные пункты преображаются благодаря героическому труду наших строителей, которые возводят новые объекты, реконструируют пришедшие в упадок здания. И чтобы поговорить о том, какая все-таки работа ведется, и сколько объектов, и что нового ожидает жителей области, я имею в виду по строительству объектов, мы пригласили сюда, в нашу студию прямого эфира, заместителя руководителя управления строительства Алматинской области, Ирки Булана Амешулы Усманбаева. Здравствуйте, Ирки Булана Амешулы. Скажите, пожалуйста, сколько объектов в целом по области строится в этом году за счет бюджетных средств? Ведь на это именно и направляются бюджетные средства, чтобы решить многие проблемы. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые телезрители. В рамках, ой, в 2020 году, в рамках разных программ, программ, как дорожная карта занятости, аула Эльберсиага, Норлажер и другие программы, в этом году на объекты строительства выделено порядка 97 миллиардов тенге, на строительство 862 объектов. Из них порядка 590 объектов, заточные в этом году. Это объекты образования, здравоохранения, спорта, жилые дома и так далее. Социальные объекты, объекты внутренних дел, в целом объекты строительства. Если переходить по объектам, то в рамках программы Норлажер запланировано строительство 482 жилых домов. Это порядка 1580 квартир, в том числе и квартиры для малоимущих в рамках программы Норлажер, которая без права выкупа для социально уязвимых слоев населения. В рамках программы Норлажер кредитное жилье есть, которое реализуется через банки второго уровня или через Стройсбербанк. Также ведется строительство 31 объектов образования. Это школы, детские сады, объекты культуры, так и далее. В том числе ведется строительство 25 объектов спорта, коммунальных объектов, объектов внутренних дел и порядка 18 объектов. Объектов здравоохранения, это врачебные амбулатории, сейсмусиление объектов районных поликлиник и родильных домов и так далее. Вкратце ведется строительство вот этих объектов. Скажите, пожалуйста, есть ли среди этих объектов какие-то особенные и уникальные объекты, которые, может быть, строителям Алматинской области приходится возводить впервые и сталкиваться с такими вот проектами? Да, у нас есть такие объекты. Есть много уникальных объектов, хороших объектов. Одним из них, скажем так, самых уникальных в Республике Казахстана, это строительство Центрального бассейна города Талтыкурган. Он запланирован настроиться на 570 мест пощечения. И этот объект уникален тем, что он соответствует всем мировым стандартам. И в нем можно проводить любые соревнования любых уровней. Даже мировые соревнования, чемпионаты мировые по всем видам водного спорта, как ватерпол, прыжки и все такое. Там этот объект уникален тем, что в Казахстане такого объекта еще нет. Этот объект начал возводиться с начала этого года, уже объект строится, и к концу года планируем его сдать. Также уже почти сдали, и сейчас идет подготовка к заселению. Вы знаете, сейчас в связи с пандемией ведется строительство, завершенное строительство инфекционной больницы в городе Талтыкурган на 200 пощечений в месяц. Он тоже введен очень уникально, хороший объект. Какие государственные программы вообще в целом реализуются, которые помогают улучшить жизнь населения, помимо тех, которые вы уже назвали? Ну, это и есть основные такие программы. Например, программа Норлужер. Это очень такая хорошая программа, которая позволила решить, ежегодно решать, ну, я уж как сказал, полторы тысячи семей. В этом году 1508 семей получат свои долгожданные жилища, квартиры, которые за счет бюджетных средств будут построены и введены в эксплуатацию. Также идет, есть программа Алтен-Аул и ЛБСГ, которая предназначена усилением опорных населенных пунктов. В рамках него в этом году строится порядка пяти объектов спорта у нас. Это такие объекты спорта, как в районных центрах Балпах-Пи, Коксусского района, Хараблах-Ескельдинского района, Жан-Сугоров-Ахсусского района, Уйгурском районе, Раймбекском районе. Такие объекты ведутся. Также ведется проектирование двух объектов. Это в Вилийском районе и в Ингеш-Казахском районе. Как строитель-профессионал, скажите, насколько сложно строить у нас в Алматинской области, я имею в виду, согласно рельефу местности, климатических условий, плюс все-таки наш край ЖТСУ считается достаточно сейсмоопасным. Насколько сложно работать строителям с таким большим спектром жара, холод? Резко-континентальный. Как вы знаете, у нас раньше основная часть области, сейчас уже в связи с 2018 года почти вся область, не включая Балхашский район, она относится к девятибальному зону сейсмоопасности. В связи с этим у нас усиление объектов по сравнению с другими регионами Казахстана очень такое, скажем, усиленное идет, потому что у нас, сами, как я ранее сказал, зона девятибальная. И в связи с этим у нас применяем материал и технология более усиленно идет, тем по сравнению с другими регионами Казахстана. То есть это подразумевается применение каких-то других технологий? Нет, технологии в принципе те же, но у нас применение, скажем так, материалов, оно больше идет, чем по сравнению с другими регионами, которые не относятся к сейсмо-зонам. Скажите, пожалуйста, какие вот стройкомпании занимаются возведением новых объектов, ремонтом зданий, реконструкции на территории Алматинской области? Все ли они наши, скажем, с Алматинской области, или есть приезжие какие-то организации? В целом основные строители – это наши Алматинские области, но есть такие уникальные объекты, например, компания «Базис» строит у нас бассейн. Компания «Биаи» – это такие большие компании, известные не только в нашем стране и за ее пределами. Вот, например, вот эту инфекционную больницу в такие кратчайшие сроки построила компания «Биаи». Это модульная, сама по своей характеристике модульная больница, легковозводимая и, скажем так, очень сейсмо-безопасная и быстровозводимая конструкция. Такие крупные и уникальные объекты мы доверили таким большим и хорошим. зарекомендовавшим себя компанией. Серьезным фирмам? Серьезным, да. Я напомню, телефон прямого эфира программы сегодня код города Тодекурган 872-82-40-0109, а у нас уже есть вопрос от нашего телезрителя. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Здравствуйте. ясен вопрос но чуть-чуть тут не по адресу да я еще раз напомню телефон прямого эфира код города толдыковган 872 82 40 01 09 и хотелось бы сразу предупредить наши уважаемые телезрители что мы говорим в целом о стране о строительстве в алматинской области о тех объектах которые возводятся на территории алматинской области которые возможно будут построены в будущем но мы не решаем проблемы выдачи жилья это уже занимаются местные исполнительные органы куда вам и надо обратиться продолжим наш разговор понятно что такая большая скажем не побоюсь этого даже слова наверно огромная стройка требует большого количества рабочих рук хватает ли у нас вот специалистов квалифицированных разнорабочих и так далее так далее ну в целом инженерный технический состав у нас очень хороший стране и у нас в области тоже очень хорошие специалисты есть но в этом году как вы все знаете связи с пандемией конечно у нас были месяца когда вот этот пик пандемии был да у нас чуть-чуть было скажем так нехватка рабочих рук но сейчас связи но смягчением и улучшением ситуации мы эту ситуацию уже потихоньку нагоняем и все объекты приводим соответствии что к концу года соответствии сроком постараться сдать их в эксплуатации для получения населением условий дальнейшей реализации этих объектов то есть можно сказать что сейчас идут форсированными темпами работы по строительству да ясно а вот знаете вы упомянули один из интересных объектов это инфекционная больница который построили в городе талды курган я тоже с интересом признаться наблюдал как возводится этот объект и всегда меня терзали смутные сомнения успеют ли наши строители за столь короткий срок было ли вот это каком-то ну скажем новшеством для наших строителей чтобы построить вот в такие короткие строки такой вот объект и в чем его особенность основная я имею ввиду в строительстве что применилось чтобы что помогло чтобы сделать его очень быстро но этот объект сам по себе он скажем так модульного возводится сказать если по простому сказать что сам целом компания би в городе астане мы там я лично там был они уже почти там 95 процентов готовы уже модульные конструкции под эти здания они уже там изготавливают и уже здесь просто их собирают так что это одно из ноу-хау который примет компания би и вот это вот новая технология что по что позволила компании би такие в кратчайшие сроки построить такой уникальный объект ну этот объект ну как вы знаете здесь эти пандемии он очень необходимы и он вам со всех этих показателей и по всем вот этим не только там больничных но и с точки зрения вентиляции или там с точки зрения там а там соответственно соприкосновения врача с пациента вот все основные моменты там учтены и технология который применял компания би яй она очень удобная она быстро возводимая что вот позволила компании вот такие кратчайские строки это какой материал был использован вот мне его просто интересно что было использовано в строительстве какие-то блоки большие ну да это в основном там сэндвич панели но у них сам сам процесс не только строится там в целом сам этот конструкция она уже в заводе почти на 98 и их надо пристить прийти привести сюда просто их собрать а в целом сам сама вся конструкция но уже почти сборном порядке она готовится на заводе и что позволяет ускорить темпы строительных работ скажите в алматинской области были подобные проекты пробовали строить вот из этих новых материалов или это первый вообще в целом вот это вот который компания би яй применила технологии только вот запускается целом а в области вот только этот первый объект который мы данными технологиями применяем на территории области а вообще в планах есть еще применение подобных конструкций ну сейчас данные вот конструкции сейчас они проходят строительные нормативы если они по строительным нормативам пройдут и будут приняты на территории республики казахстан конечно будут и возводиться и многоэтажные жилые дома я их не вот когда на завод их не ездил сам видел там по их технологиям они могут возводить и высокоэтажные 9 и 11 этажные жилые дома из тех же материалов из которых сделаны ну нет там материал чуть-чуть другой но в целом технология тоже главное все это спроектировать и дать заводом точные размеры по которым стоит изготовить там уже он запроектируем просто по рельефу или по территориальной там по сейсмозонам его просто технологию по нормативам провести и все вот говоря о пандемии насколько она отразилась на строительстве в алматинской области пришлось ли что-то останавливать может быть менять какие-то планы может быть что-то и вообще отказаться строить ну отказаться строй конечно мне от ничего не отказывались ну да пандемия не только других сферах и в сфере строительства строительство вы сами понимаете где-то где вот где в основном люди все прикасаются да у нас почти во всех можно сказать во всех объектах были случаи когда вот люди болели приходилось строки останавливать карантин выводить чтоб не произошло дальнейшее усиление развития этих ситуаций такие ситуации были основном летом это юлия месяце когда вот этот пик этой пандемии пошел да у нас такие ситуации были но слава богу сейчас все нормализовалась и работа начата в полном объем понятно что ежегодно мы планируем что будем делать на следующий год то есть исходя из бюджетных средств просим какие-то бюджетные средства чтобы видели на сегодняшний день вот управление строительства алматинской области уже разработала какие-то планы или разрабатывать планы на будущий год что будет строиться у нас может быть что-то интересного если не секрет конечно но тут надо учитывать то что управление строительства является органом строящим а планы мы вносим план согласно бюджетного законодательства на рассмотрение областного бюджетной комиссии которая рассматривает вы вносите на рассмотрение областного массы хата после утверждения распределения бюджетных средств по необходимости мы можем сказать точно какие объекты у нас будут строиться какие не будут строиться но конечно у нас свои наработки свои планы есть также мы планируем строить объекты образования здравоохранения жилищный фонд строить но пока точно сказать что именно вот такие объекты будут строиться, я не могу, в связи с тем, что бюджет на 2021 год не утвержден. Скажите, пожалуйста, вопрос, который, наверное, всех интересует. Будут ли в Талдыкургане построены многоэтажные высотки, большие высотки, скажем, не 10 этажей, не 12, а куда более? Возможно ли такое у нас? Ну, на этот вопрос, конечно, я ответить затрудняюсь, потому что мы строим только в рамках бюджета государственного, а если частные инвесторы придут и по своим технологиям, по своим нормативам, которые позволить настроить на территорию области, я думаю, почему бы нет. То есть возможно? Конечно, возможно. Ну и последний вопрос, прежде чем мы завершим нашу беседу. Вот на ваш взгляд, как вы видите город будущего? Каким должен быть наш, скажем, областной центр Талдыкургана? Ну, тут необходимо ответить, отметить, конечно, вот Аким Алматинской области, он сам по специальности строитель, но мы все уже, наверное, никто не будет спорить. У нас вообще сам юго-запад города Талдыкурган, он, можно сказать, расцвел. Это вот даже ко мне, когда вот гости приезжают в Талдыкурган, знакомые там с Астаны или с Алматы, они говорят, у вас такой прекрасный, хороший город. Так что, конечно, наш город, я думаю, он будет дальше развиваться и технологически, и в другом направлении. И, конечно, здесь необходимо ответить, что по многим параметрам город Талдыкурган считается одним из тех городов, где вообще условия жизни и по всем отраслям один из самых лучших в нашей стране. Так что, я думаю, у Талдыкургана большое будущее. – Отлично. Как говорится, город городу и саду цвесть. Ну что ж, спасибо вам за ваши ответы, за то, что вы нашли время приехать к нам. Тем более вы, я знаю, что занимаетесь курированием, курируете строительные объекты. Спасибо вам за беседу. Ну, что ж, прежде чем попрощаться, я хотел бы пожелать нашим телезрителям не только здоровья, но и бережного отношения к тому, что сейчас у нас делается. Делается, скажем так, титаническими усилиями наших строителей, которые прилагают все усилия для того, чтобы Талдыкурган стал красивее, и не только наш город, но и в целом Алматинская область. Ну, а наша задача жителей края ЖТСУ – ценить и беречь то, что возведено нашими широками. До следующих встреч в эфире телеканала ЖТСУ в программе «Сегодня». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова